Привет, друзья! С вами Мамедыч, и очень часто мне приходят письма, не письма, а сообщения в директ, в разных соцсетях, в первую очередь о том, чтобы я посмотрел фото диагнозов, каких-то документов, где написаны различные медицинские термины, чтобы я пояснил, что это такое. Еще хуже, когда присылают фото органов, на которых находится или в которых находится та или иная патология. Но это, к счастью, реже. Но добрая часть комментариев и писем в директ приходят от тех, кто еще не определился со своей будущей профессией и спрашивают меня, кем стать, или стоит ли идти учиться на врача, на медсестру, поступать в колледж, в университет, если да, то на какую специальность, каким хирургом стать. И на самом деле, учитывая вот эти наши ковидные времена, конечно, популярность у медицинских специальностей, мне кажется, возросла. Но сегодня будет видео для тех, кто думает о том, чтобы связать свою жизнь с медициной, куда поступать, кем стать, какие вообще варианты возможны в медицине. Поэтому для вас этот выпуск. Если вы просто интересуетесь каналом и тоже медициной, возможно, вам тоже будет это интересно. Поэтому поехали. Благодаря ковиду сейчас зарплаты медицинских работников подросли прям в разы. Но даже если откидывать в сторону вот эти все ковидные надбавки, то средняя зарплата врача, она уже выше действительно, чем средняя зарплата вообще по стране. Я имею в виду Россию. И тут даже несмотря на то, что вообще средний уровень зарплат, конечно, у нас низкий, но все равно зарплата врачей, они выше среднего уровня. И поэтому специальности, связанные с медициной, они становятся популярнее. Все-таки общество обращает внимание на то, что без медицины, без медицинских специальностей, дальше мы существовать не можем. И поэтому очень много людей думают связать свою жизнь с медициной, в том числе потому, что это очень-очень интересно. Вообще, чтобы связать свою жизнь с медициной, есть много разных путей. Можно даже не иметь никакого образования и стать, например, санитаром. В санитарную службу могут идти еще те, кто хотят не идти в армию, например, они хотят этот год провести, или в этом случае, наверное, два года провести, например, в больнице работая санитаром. И многие, например, в мое время, многие люди, которые хотели стать врачом, они уже на первых годах университета, они шли работать санитарами, либо в операционный блок, чтобы быть поближе к этому таинству операции, либо в отделение. Но санитар, работа санитара, она не связана особо с медициной, если, конечно, ты не интересуешься и не задаешься вопросом, что же происходит в это время в операционной, и как ты участвуешь в этом, потому что некоторые санитары, они, учитывая, допустим, дефицит кадров, они иногда могут участвовать в качестве ассистента даже на операции. В мое время это было возможно, сейчас, наверное, не так. Но в любом случае, тем не менее, ты можешь приблизить себя к медицине. Второй вариант – это средний медицинский персонал, это медсестры, это фельдшеры. И в этом случае тут, конечно, человек сталкивается напрямую с медициной, потому что некоторые медсестры, они опытнее врача и знают, что в той или иной ситуации назначить. И обучение на медсестру, на фельдшера, оно происходит в колледже. И можно уйти туда сразу после девятого класса, насколько я знаю, сейчас в России. И, конечно, может быть, обучение не на столь высоком, сложном уровне, как в медицинском университете, но, тем не менее, в медицинском колледже дают хорошие знания с точки зрения анатомии, медицины. И поэтому, если вы хотите связать свою жизнь с медициной, и в этом случае можно спокойно поступить в колледж и быть медсестрой, которая работает. Медсестер тоже очень много, она может работать и в отделении, делать, допустим, и капельницы, и назначения, и все, что можно. И можно работать операционной сестрой в операционном блоке. Это тогда совсем другая профессия. Это, на самом деле, очень сложная профессия. Например, медицинская сестра, которая работает в оперблоке, она иногда выдерживает нагрузки гораздо больше, чем сам хирург. Также, окончив медицинский колледж, можно стать и, например, лаборантом в кабинете рентгена, компьютерной томографии, МРТ. И эти люди иногда разбираются в снимках получше некоторых врачей. Да, я действительно так, конечно, не шучу. И, конечно, фельдшером можно стать и работать на скорой медицинской помощи. И в этом случае иногда фельдшеры совершают выезды в одиночку, и в одиночку спасают людей без врача. И в этом случае они, конечно, знакомы со всем арсеналом первой медицинской помощи. И иногда их знания просто обескураживают. Они действительно могут спасать людей прямо на месте. Главный вопрос, который мне задают, стоит ли поступать в колледж, чтобы потом поступить в медицинский университет. На мой взгляд, смысл в этом, конечно, есть определенный, но, наверное, проще и лучше, наверное, сразу поступать в медицинский университет. Но если, допустим, медицинский брат или медицинская сестра, который отучился в колледже и понимает, что хочет, прикоснувшись к работе к врача, понимает, что хочет все-таки работать врачом и нести за своей спиной более тяжелый груз ответственности, так скажем, потому что редко когда медицинская сестра и медицинский брат или фельдшер принесет такую же ответственность, как врач. Но если же все-таки медицинский брат, медицинская сестра решаются на этот шаг, то ничего плохого в этом нет. Наоборот, поступая в медицинский университет, у этих людей уже есть такой большой багаж знаний, касаемый практики. Как на практике действительно выглядит то или иное, чему учат в медицинском университете. У этих людей гораздо, наверное, широкий взгляд на все это, потому что когда я учился в медицинском университете, рядом учились люди, которые закончили медицинский колледж, они были более уверенными в себе, они знали очень много, видели вот это все вживую, так скажем, почувствовали вот этот порох или кровь пациентов и они разбирались в этом гораздо, иногда в некоторых местах гораздо лучше тех, кто пришел прямо с университета. Так что однозначно я ответ дать не могу. Плохо это или хорошо. Я знаю много людей, которые закончили сначала колледж, потом университет и являются отличными специалистами, поэтому на этот вопрос я отвечать не буду. И вообще на вопрос, каким вам стать, я отвечать, скорее всего, не буду, потому что это решение в вашей ответственности за это действие не хочу. Если вы все-таки захотели поступить в медицинский университет, то тут тоже есть много различных вариантов. И не только медицинские университеты готовят. Мы знаем, что есть медицинские кафедры в разных университетах, медицинские факультеты, и, например, мы знаем, что есть факультет в МГУ, например, который выпускает врачей, и это на самом деле те же самые настоящие врачи. Я имею в виду его факультет фундаментальной медицины. Кроме вот именно самой врачебной специальности, есть много других смежных специальностей, такие как медико-профилактическое дело или управление в медицине. Ведь сейчас уже многим становится понятно, что управлять больницей должен, скорее всего, хороший организатор, чем хороший врач. Ведь во многих больницах есть, например, за границей, есть совет директоров, и там люди, которые хорошо знакомы с финансами, с экономикой, с организацией управления, и врачей там не так-то и много. Я думаю, что мы тоже в России придем к этому, что страной тоже должны управлять профессионалы, но и управлением самой больницей, организацией должен управлять хороший организатор. Также есть другие факультеты, например, медико-биологический факультет, где тоже получают медицинские специальности, которые основаны на лабораторной диагностике, и там много чего интересного, например, работа генетика с этим напрямую связана. Очень большое направление сейчас получает медицинская физика и инженеры, которые связаны именно с медицинскими большими устройствами, например, КТ, МРТ, различные позитонно-эмиссионные томографы, куча всякой аппаратуры. Их должны кто-то осматривать, обслуживать, контролировать, производить, обучать людей работать на этих аппаратах. И поэтому люди, которые связаны или которые очень любят физику и, например, хотят быть поближе к медицине, могут выбрать именно такую специальность. Тут вообще можно закончить другой, совершенно не связанный с медицинской специальностью, университет и потом уже перепрофилироваться. Но есть уже и физические факультеты в медицинских университетах, где можно получить вот именно эту специальность. Но, конечно, мы все знаем, что основную часть занимают именно такие медицинские, медицинские, врачебные специальности. И пусть говорят, что, например, стоматолог не врач, зуб не орган, стоматолог не врач. Такая есть присказка. Но, тем не менее, стоматологи – это настоящие врачи, которые лечат зубы, лечат наш организм, потому что банальный кариес может привести к сепсису или к абсцессам во всем организме. И это может повлечь за собой смерть. И поэтому неправильная работа стоматолога может нанести большой вред человеку. Многие говорят, что работа стоматолога, она связана с повышенной финансовой нагрузкой, так скажем. И, скорее всего, да, стоматологи зарабатывают в среднем выше, чем врачи, наверное. Но я бы не был так уверен в этом. Но, тем не менее, работа стоматолога очень важна. И хороший стоматолог, я думаю, что всем знакома, он очень дорогого стоит. Но если вы решили стать стоматологом, то нужно признать, что вам все равно придется много учить и много работать руками. Потому что стоматолог – это в основном работа руками и в том числе постоянное неудобное положение. Поэтому среди моих пациентов было много стоматологов, которые в неудобной позе находились в течение всего рабочего дня. Поэтому, если вы уж собрались стать стоматологом, то ищите себе хорошее рабочее, организованное место, которое позволит вам избежать проблем, например, со спиной и с опорно-двигательным аппаратом в целом. Специальности две, два факультета. Смежные – это лечебное дело и педиатрия. Причем, насколько я знаю, что и сейчас те люди, которые закончили факультет лечебное дело, они могут становиться педиатрами и наоборот, потом получать в дальнейшем специальности детских врачей. И наоборот, педиатры могут получать взрослые специальности. И тут уже огромный выбор различных специальностей. Причем, надо понимать, сейчас поступает в медицинский университет, что если раньше это было невозможно, то в данный момент, когда уже отменили интранатуру, осталась только одна ординатура, то можно после окончания университета уже работать, например, участковым терапевтом или участковым педиатром. То есть уже вести профессиональную лечебную деятельность уже после окончания шести лет университета. И пускай многие скажут, что это скучная, неинтересная работа, но участковый терапевт или участковый педиатр должны знать гораздо больший объем информации и уметь быстро реагировать на пациентов, которым отведено всего 15 минут на прием. И это очень серьезная, ответственная работа. Но помимо вот этих основных специальностей, как участковый терапевт, участковый педиатр, конечно, есть такие три большие направления. Это терапевтические направления, это хирургические направления, и отдельно мы выделяем гинекологию и акушерство. И все вместе мы учимся шесть лет. То есть, когда вы поступаете в медицинский университет, вам не обязательно знать, кем вы будете, потому что в течение шести лет вы будете получать знания со всех специальностей. Вы должны к окончанию шестого курса иметь такой большой, обширный взгляд на медицину и на все специальности в целом. Уже потом, после шестого курса, если вы не хотите работать участковым педиатром и терапевтом, вам нужно поступать в ординатуру. И тут уже выбирать свою специальность. Если многие, конечно, думают, что в терапии ничего не нужно делать руками, уметь делать что-то руками, а только много знать, они в этом ошибаются, потому что многие терапевты должны выполнять и хирургические процедуры, например, как пункцию. Гематологи, например, онкологи забирают часть костного мозга, при этом это серьезная такая хирургическая процедура, которая делается иногда под местной анестезией, вкалывают, иногда всегда вкалывают такую толстую иглу, забирают участок пробы. Это все серьезная такая хирургическая часть терапевтической работы. В том числе и хирурги должны понимать в терапии, поэтому если вы думаете, что вы очень хорошо что-то делаете руками, то главное свойство хирурга – это головной мозг, и главное умение хирурга правильно сделать показания, выставить показания к операции. И надо помнить, что лучшая операция – это операция, от которой мы отказались. И смогли помочь пациенту, например, консервативно. Ну, если вы хотите связать свою жизнь с этим чудом появления на свет ребенка, например, с акушеством или с гинекологией, когда мы работаем с теми органами, которые приносят жизнь, новую жизнь в этот свет, то тут, конечно, нужно задуматься многим, потому что это огромная ответственность. Та ответственность, которую несет акушер, ее нельзя сравнить ни с какой ответственностью вообще среди всех медицинских специальностей. Конечно, я тут не указал диагностические специальности, потому что есть много врачей, которые выполняют диагностические манипуляции, УЗИ, смотрят КТ, МРТ, эндоскопию проводят. И тут многие думают, что ты не работаешь с людьми, допустим, если ты не хочешь работать с людьми, но иметь дело с медициной. И тут, конечно, есть хороший вариант выбрать диагностическую какую-то специальность. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что ты можешь сидеть в кабинете и смотреть только снимки, этого будет недостаточно. В любом случае, просто смотреть снимки не получится. Если ты хочешь стать хорошим специалистом, то обычно врачи-орентгенологи, они сравнивают снимки с клинической картиной. Поэтому нужно хорошо разбираться и в патологии, и в патофазиологии, и уметь общаться с пациентами. Это был такой широкий обзор разных специальностей, какую можно выбрать себе, чтобы стать в дальнейшем специалистом в области медицины. И тут я сейчас вспомнил, что забыл. Огромный пласт, это фармакология. Учитывая, с какой скоростью появляются новые лекарства, какие исследования проводятся, это, конечно, специальность будущего 21-22 века. Потому что многие сейчас болезни уже не лечатся хирургически, а с помощью лекарств можно их побороть. И это очень хорошая такая профессия будущего. Вообще все, что связано с медициной, с медициной развивается огромными темпами. И сейчас. Поэтому почему бы не поступить в медицинский университет? Это видео получилось такой рекламой медицинских профессий. Это был очень широкий обзор на все медицинские специальности. Но если видео вам понравилось, если вы хотите более четкий разбор по каждой специальности, например, чем занимается хирург, чем занимается кушер-гинеколог, то, может быть, надо сделать отдельный выпуск по каждой специальности. Но для этого тебе нужно поставить лайк и написать в комментарии, стоит ли сделать такое видео. Ну, это был Мамедыч. Пока.